Реа Новости Подкасты Заговор классиков Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе Я Виктор Ерофеев. Хочу повторить подвиг Менделеева. Создать периодическую таблицу, но не химических элементов, конечно, о русских писателях и поэтов. Шутка-шутка, но в нашем проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Так давайте определим их поиски и открытия. ЗАГОВОР КЛАССИКОВ Здравствуйте! В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте! Здравствуйте! И я, Анна Качарова. И наш «Заговор классиков» – цикл программ мы начинаем с выпуска о Гавриле Романовиче Державине. Кстати, сегодня ещё поговорим, почему именно заговор, какие заговоры в русской литературе. Мы вообще собираемся раскрывать об этом обязательно сегодня в нашем выпуске. И вот первый вопрос, Виктор. Гавриил Романович или по-простому Гаврила Романович Державин? Можно найти два написания имени. Как всё-таки правильно? Вот, вы знаете, начиная с имени, начинаются загадки. Дело в том, что Гавриил – это, конечно, выспленно, ярко. Это сразу чувствуется большой чиновник XVIII века. А Гаврила, помните, у Ильфа и Петрова служил Гаврила почтальоном? Гаврила письма разносил. Так вот, сам Державин находится как раз посреди этих полюсов. Между полюса выспленного, огромного значения Екатеринского чиновника, а с другой стороны, простого, такого даже простецкого парня, который долго служил солдатом рядовым в Семёновском полку, вообще прославился тем, что писал письма солдатам и офицерам. По заказу, да, стишки всякие. И потом стишки писал какие-то, можно сказать. Кстати, имел грешок, играл в карты. Ну, он имел всё. Проигрывал большие суммы. Он имел этот грешок всю жизнь. И, кстати говоря, Ходосевич, который написал замечательную книгу о державе, сказал, что все русские писатели имели этот грех. Это правда. Может быть, это не самый страшный. Многие. Вот. Ну, в общем, дело в том, что вот эти два полюса, это очень важно для понимания того, почему Гаврила Романович стал отцом русских поэтов, как его определил кто? Берлинский. Ну, а, кстати, он сам как себя ощущал? Гаврилом или Гаврилой? Я думаю, что он, судя по тому, что я читал у Ходосевича, всё-таки это был Гаврила. Понятно. Ну, главное, что мы, на самом деле, знаем о державине, что старик державин нас заметил и в гроб, ходя, благословил. Это знают все школьники. Но это далеко не единственное знание, вообще, которым нам надо обладать. Что нам известно? Нет, это не только это они знают. Дело в том, что сам Пушкин описывал это событие даже, я бы сказал, более прозаически. Он сказал, что он долго ждал державина. А это было, значит, в 15-м году, когда он должен был прочитать свои стихи в Цархкассейском лицее. Он долго ждал державина. Державин, старик, вошёл в Цархкассейский лицей. И первый вопрос, который у него был, а где тут любезный нужник? И этот был страшно сконфужен. Пушкин молодой. Потому что он думал, что вообще гении туда и не ходит. Так, извините, по-стариковски у него получилось удержавина. А если и ходит, то не в первой фразе об этом говорят. Но дело в том, что действительно это было поразительное явление, когда отец литературы передал свой жезл, свою эстафету гению Пушкину. Потому что произошло то, что и должно было произойти. Но, слава богу, оказался тут Пушкин, который мог этот жезл подхватить и действительно уже из отца поэтов превратиться в гения русской литературы. Ну а что? Он обладал такой прозорливостью. Сразу рассмотрел в юном Пушкине талант. Что вот сработало в этот момент? Дело в том, что он двигался в пушкинском направлении. Он создатель стихов, в которых существует и верх, и низ. Высокий штиль и низкий штиль, как говорили в XVIII веке. А вот низкий штиль он взял буквально из уличной речи, буквально из тех писем, которые он писал по заказу солдат и офицеров. А верховный стиль – это Сумароков, это Ломоносов, это классицизм русский, который действительно отвечал за то, что такое долг, что такое право, что такое высокое самодержавие и так далее, и так далее, и так далее. Когда появился Державин, он понял, что этой оде, вот этого высокого классицизма, приходит конец, потому что она задыхается уже от перебора чувств, вот этих пламенных революционных, высокопарности. И когда он в воду ставил неожиданно сатиру… Не в воду, а в оду, отметим. Оду вставил сатиру, это случилось в его первой, самой, наверное, знаменитой оде Фелица, то тогда, конечно, произошел переворот. То есть зазвучала высокая речь и зазвучала низкая, и он осеменил русскую литературу этими движениями, просто столкновениями двух штилей. Подай, Фелица, наставление, Как пышно и правдиво жить, Как укращать страстей волненье И счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, Меня твой сын препровождает, Но им последовать я слаб. Метясь житейскую суетою, Сегодня властвую собою, А завтра прихотям я раб. Я бы еще хотел уточнить, Что же, значит, вот эта ода Фелица Принесла с собой эта ода, Которую он написал, Как бы желая и воспеть Екатерину Вторую, А с другой стороны, ей что-то подсказать. Но есть, кстати, еще одна фраза, Которую тоже все мы знаем, Но далеко не все понимают, Что первоисточник, Тоже, кстати, здесь спорно, Но все равно первоисточник державен. Отечество и дым нам сладок и приятен. Давайте расшифруем, Потому что эта фраза есть у Грибоедова В «Горе от ума», Эта фраза есть у Державина, И вообще некоторые литературы веды пишут, Что она чуть ли не от Гомера идет. Ну, дело в том, что, И это опять-таки Белинский Замечательно определил, Державин спустился с небес Поэзии о пороках и достоинствах До национальных явлений. То есть можно сказать, Что Державин – это первый русский поэт. Еще нет, не только отец, А все-таки первый русский поэт. Он говорит о русскости, Он говорит о русском дворянстве, Он говорит о русской чести, Он говорит о русской царице, И так далее, и так далее. И именно поэтому, Когда возникает тема Дыма Отечества, То эта тема у него вырывается Не потому, что он вдруг И писал, писал, и дописался до этого, А потому, что у него это все время было, Он органически был связан с Россией, Не только своим происхождением, Но и также тем, Что он был именно связан с стихами, Именно своим творчеством с нашей страной. Ну, кстати говоря, Он был связан и с службой, Потому что он большой государственный деятель. Он после того, как служил в армии, Он пошел на государственную службу, Подавлял Пугачевский бунт. Кстати, везде он конфликтовал. Он вообще был ершистым человеком, И всегда задирался, И когда был тамбовским губернатором, И когда конфликтовал с вельможами, Ведь в чем был смысл его политической карьеры? Он считал, что самодержавие прекрасно. Крепостное право. Тоже прекрасно. Изумительно. Вообще лучше не бывает. Но вельможи воруют. Коррупция. Вообще, так сказать, ведут себя нехорошо. Потому что толкаются около трона, Хотят поближе присоединиться. И он всех клеммил. И надо сказать, что Фелиция в этой воде, Он совершенно безжалостно говорит И о Потемке, и об Орлове, И прочих-прочих наставниках этой эпохи. И все даже боялись за него, Что у него могут быть серьезные неприятности. Но мы, конечно, с вами не первые, Кто решил осмыслить творчество Державина. О нем прекрасно писал и Гоголь, и Белинский, И Ходосевич, которого вы сегодня уже упоминали, И замечательный советский литературовед, Русский советский литературовед, Гуковский. И вот хочется сейчас вспомнить, Что же сказал о нем Гоголь. Давайте послушаем. Недоумевает ум решить, Откуда взялся у него Этот гиперболический размах его речи? Остаток ли это Нашего сказочного русского богатырства? Или же это навеялось на него Отдаленным татарским его происхождением? Степями, Где бродят бедные остатки Орд, Распаляющие свое воображение Рассказами о богатырях В несколько верст вышиною, Живущими по тысяче лет на свете? Что бы то ни было, Но это свойство в Державине Изумительно. Все у него крупно. Слог у него так крупен, Как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, Увидишь, Что это происходит От необыкновенного соединения Самых высоких слов Самыми низкими и простыми, На что бы никто не осмелился, Кроме Державина. Это заговор классиков, И сегодня мы говорим О Гавриле Романовиче Державине. Итак, ребенок в бедной дворянской семье Из провинции, У отца было 10, по-моему, Крепостных душ, У матери 50, И в конце жизни богатый, Известный, С положением, В общем, добился всего, Чего хотел. Как получилось? И 1300 душ. И тысяча, да, 1300 душ. Надо сказать, Это просто целая армия. Целая армия совсем не мертвых душ. Надо сказать, Что ему очень повезло в жизни, Конечно, Потому что отец умер рано, Мать осталась при долгах отцовских. Да какие там долги? 15 рублей. И не нашлось возможности Их выплатить, Потому что денег не было. Совсем. И вот с этого низкого старта Он начинает своё движение в жизни. В то время уже дворянам Нужно было иметь образование. И он двинулся постепенно в Москву. Ну, до Москвы там были Какие-то совершенно чудовищные учителя. Практически самозванцы, Полуграмотные, Большие каторжники, Вообще, что угодно. Вообще, он насмотрелся на многое. Многое увидел. И даже когда поступил в гимназию, Я так понимаю, Образование тоже в этой гимназии было слабое. И там тоже ничего не складывалось. В конце концов, Он просто откатился в Петербург И стал простым солдатом, Рядовым. То есть дворянин, Который становится простым солдатом, Это достаточно редкое явление. У него не хватало денег Даже снять комнату. Он жил в казарме. И при этом Он ещё был таким вздорным. Поэтому его стали обгонять по службе. То есть, значит, Были какие-то Менее даже родовитые солдаты. Но они уже становились Сержантами, старшинами. Не знаю, какие-то. А он всё время там сидел. Но тут спасло его то, Что он был писучий, Стал письма писать за них. И потихоньку-потихоньку Вырвался наверх. Но ещё надо сказать Важный момент. Для того времени вообще, По-моему, нонсенс полный. Он не знал французского языка, да? Да. Ну, он вообще По образованию Был довольно странно Подготовлен к жизни. Представляете, Может быть, Эта, Аня, Вот малограмотность И дала нам великого поэта. Потому что, Если бы он был Многограмотен, Если бы он Обладал всеми знаниями, Он пошёл... То есть, не считал Ломоносова, Саморосова. Пошёл бы, да, За Ломоносовым. И стал бы вот таким вот Официальным поэтом, Который нами бы не обсуждался. Но он, по сути, Поэт-самоучка, получается. Он поэт-самоучка. У него было три выбора. Он ночами мог играть на скрипке, Но мешал солдатам. Он мог заниматься Каким-то ещё физическим упражнением, Как пишет Гуковский, Значит, этого у него тоже не получалось. Шума было много. И тогда он стал писать стихи И читать книжки. То есть, это вообще как бы... Вот посмотрите, Методом исключения всего остального. Всё то, что обычно шло в ущерб человеку, У него всё сработало в плюс. А, кстати, мы знаем, как он выглядел. Потому что, ну, в нашем представлении Державин – это уже вот старик, Который благословлял Пушкина. А каким он был молодым? Хорош ли собой? Страшён ли? Ширококостен? Тот же профессор Гуковский, Наш главный специалист по XVIII веку, Который писал книги в основном в 30-е годы, Он рассказывает о том, Что у него было совершенно неинтеллигентное лицо. Он был страшноват, Ну, вообще диковат. И народ, в общем, отпукивал. Но надо сказать, что вот такой человек Был отправлен всё-таки на подавление восстания. И там у него сначала не сложилось. Ань, там тоже не сложилось, Потому что он пришёл к генералу, Говорит, возьмите меня. А тут, говорит, я уже всех набрал. И тогда он простоял на него кабинете, Он говорит, чего ты тут стоишь? Ты всё-таки хотел бы с вами поговорить. И состоялся разговор. Он говорит, да ты смотри, Интересный парень, я тебя беру. Ну, вот это тоже странно. Как-то не укладывается в голове Прийти самому попроситься На подавление восстания. И вообще, вот это сочетание Такого преданного чиновника и поэта, Вот нам уже, сегодняшним людям, Мне кажется, после романтизма И прочих других эпох, Это какое-то несочетаемое вообще. Нет, ну, он же не был диссидентом. И подавление Пугачёва... Ну, вот так вот сейчас представить себе, Что я пишу стихи, а дальше пойду там Подавление Пугачёва считалось Благородным делом, потому что Он считал, что он разбойник. Да посмотрите, и у Пушкина В «Капитанской дочери», Конечно, он же варвар, разбойник, Это Пугачёв. Кстати говоря, Пушкин опирается На записки самого державина, Когда пишет о пугачёвском бунте. В общем, державин везде проникает Постепенно его записки, Огромная автобиография, Во многом написана от третьего лица. Тоже интересно. Она во многом помогает Дальнейшим поконениям понять, Что такое было Пугачёвское восстание. Лихоимство производит в жителях Наиболее ропота, Потому что всякий, кто имеет с ним Малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную И неразумную чернь недовольную. И, если смею говорить откровенно, Это всё более поддерживает язву, Которая теперь свирепствует в нашем Отечестве. Ну, смотрите, значит, некрасивый, Плохо образован, Я так понимаю, не очень хорошо воспитан. Но чем же всё-таки он привлекал? Чем же брал? Ну, конечно, он брал стихами. И, конечно, весь Петербург обалдел, Когда он написал эту оду Фелиции, Потому что, ну, смотрите, Это же первый раз, Когда эта ода, Посвящённая императрице, Была связана с сатирой На её приближённых. Да-да-да. Их ей самой понравилось. И он ещё давал советы. И он ещё говорил, Спасибо, что из-за тебя Они не мажут друг друга сажей. То есть, спасибо тебе, Что они не изображают из себя шутов. Спасибо тебе за всё то, Что ты нас сделал, наконец, Нормальными людьми. И в этом, кстати говоря, Вот, Аня, вы можете меня спросить, Где же век просвещения? Вот он и просвещал. Вот его просвещение. Это написать царице И сказать, вот это правильно, А здесь надо исправлять. Но он же кому-то отдавал Это стихотворение, Не желая того, Чтобы оно дальше просочилось. Но он боялся. И кто-то просто тайком передал, Переписал и так далее. И так это и дошло до Екатерины. Аня, представьте себе, Он был, в общем, недоволен этим фактом. В России 18 века Ты пишешь стихотворение, В котором, в общем, Ты даёшь наказы императору Или императрице. И при этом хвалишь её. Да ещё такой властный императрица, да? Тут ещё зависит, как прочитать. Можно сказать, Да это он так закамуфлировал Эти тёплые слова. А на самом деле просто он критик, Диссидент. Но она восприняла нормально, Она была тоже человеком Всё-таки просвещением. Но и он же был автором Неофициального такого гимна 18 века, Который, кстати, эти стихи Фигурируют и в войне, и мире. Расскажите. Ну вот смотрите, Отец Болконского, Человек тоже той эпохи, Екатеринский, И он обожал вот этот неофициальный гимн, Считал, что это как раз именно И есть реальный русский гимн. Давайте его послушаем. Гром победы, раздавайся, Веселися, храбрый роз, Звучной славой украшайся, Магомета ты потрёс, Славься, Сим, Екатерина, Славься, нежная к нам мать. Воды быстрые, Дуная, Уже в руках теперь у нас, Храбрость Россов Почитая, Тавр под нами И Кавказ. Заговор классиков, Сегодня говорим и изучаем Творчество Державина, И хочется вспомнить цитату Гуковского, Которую мы уже сегодня вспоминали, О том, что одним из основных Бедствий русской жизни До Петра Было почти поголовное Невежество русских людей. На самом деле, Очень страшная фраза. Но вот что было уже К моменту Екатерининского Правления? Этого невежества было уже Не столь поголовным? Или вообще, Что происходило? Ну вот смотрите, Здесь Пётр, конечно, Построил не только Петербург На болоте, Он вообще построил Русскую цивилизацию На невежестве. На том состоянии, Которое и было. И он начал это делать, А Екатерина, Действительно очень образованная, Яркая личность Русской литературы, Русской, Потому что она писала тоже. Писала сама. И переписывалась, кстати, С мыслителями европейскими. С французскими просветителями. Она одновременно заложила Основой русской цивилизации. И словесной, И политической. И вот здесь надо вспомнить, Что как раз, Как бы на том болоте невежества Возникла русская цивилизация Одним из строителей, Которых был наш Сегодняшний герой Державин. Что Петербург, Что поэзия Державина, Красивое создание, Вместе с этими красотами, Пришли те идеи, Которые вообще в русской жизни Были никак не охвачены. Например, гедонизм, Любовь вкусной еде, К балам, К развлечениям. Ну это вообще что-то Противоречивающее русскому человеку, Потому что русский человек, Мне кажется, Это аскетизм, Какое-то ограничение. А не несутите по себе. Ну понятно, Что у вас такое... Нет, это уже не чуждое развлечение, Гедонизм. У вас такое мнение. Такое представление. Такое представление. А вот мне кажется, Что, может быть, Державин дал ту самую Дополнительную краску, От чего русский человек... Помните, Достоевский говорит, Широк русский человек. Достоевский говорит, Я бы сузил, Я бы не сузил. А вот Державин, да, Мы говорили о том, Что из бедной семьи Вот все эти тяготы, Сложности жизни. Он представляет себе, Он хорошо знает, Что такое гедонизм? Ну вот смотрите, Не только он знает, Он воспевает это. И давайте послушаем Моего небольшого стихотворения. На мой взгляд, Совершенно замечательное. Багряна ветчина, Зеленый щи с желтком, Румяна желт пирог, Сыр белый, Раки красные, Что смоль, Янтарь, Икра И с голубым пером, Там щука пестрая, Прекрасные. Ну смотрите, Гедонизм, Сатира, И патриот на службе, И в творчестве, Но все-таки Какой-то иной патриот, По-новому патриотичен. Ну вот это тоже интересно, Он патриот своей поэзии, То есть это человек, Который заражает Любовью к родине Через свои прекрасные стихи. Вот мне, надо сказать, Больше всего Из его поэзии, Скажу прямо Своё личное мнение, Нравятся стихи На смерть Суворова. Знаете почему? Потому что они Настолько сильные, Что даже Бродский Через два столетия, Когда писал Стихи на смерть Маршала Жукова, По сути дела, Повторил интонацию И движение мысли За Державином. Потрясающе. Неожиданная идея очень. Давайте послушаем Это, Она действительно поразительна. Там он изображает Всё это, Как какое-то движение Природных сил, И одновременно Открывает Характер Покойного Суворова. Что ты заводишь Песню военную, Флейте подобно Милый снегирь? С кем мы пойдём Войной на гиенну? Кто теперь вождь наш? Кто? Богатырь? Сильный где? Храбрый, Быстрый Суворов? Северные громы В гробе лежат. Кто перед ратью Будет пылая? Ездить на кляче? Есть сухари? В стуже и в зное Меч закаляя, Спать на соломе, Бдеть до зари Тысячи воинств, Стен и затворов. С горстью рассеян Всё побеждать. Виктор, но я всё равно не могу понять, как это перекликается с Бродским. Вы меня сейчас просто дезориентировали абсолютно. Расскажите, объясните. Дело в том, что и у Бродского есть такое отношение к Жукову как частью какого-то огромной природной массы, которая своим талантом действительно может пробняться к какому-то водопаду или как опять-таки у Державина или ещё к какому-то явлению природы. И это перекликается совершенно замечательно. Но поскольку у нас сегодня передача не о Бродском, мы об этом поговорить не будем долго, только скажем, что вообще русские писатели конца XX века потянули за Державину. И тут они были не первыми, потому что на самом деле Державина открыла Серебряный век. Когда вышло девятитомное собрание Державина где-то в пушкинские времена, казалось, что они уже сразу покроются пылью. И действительно Державин находился в таком полузбытие. Но когда пришёл Ходосевич в русскую поэзию, когда пришёл Серебряный век, то Ходосевич в 18-м году, когда вообще всё тосковало по хорошей жизни после революции, он писал о ком? О Державине. А что поэтов Серебряного века привлекало в Державине? Дело в том, что Державин, его все хвалили за картинность его стихов. Он как бы видел мир через лупу. Так вот, Серебряный век тоже хотел быть картинным и видеть всё крупно. Поэтому они соединились. А дальше уже через Ходосевич, который написал о нём книгу, это пошло в постсоветскую поэзию и отразилось в стихах не только Бродского, но и моего друга Дмитрия Александровича Пригова, которые в своём стихотворении о Куликовской битве ну уж явно подражают Державину. Но это мне ещё предстоит как-то осмыслить. Неожиданное знание сегодня я получила. Всё-таки сегодня тяжело вот нам, современным читателям простым, тяжело читать Державина. Достаточно много каких-то старинных слов, не всегда понятных, неудобное ударение. Как с этим текстом быть? Ну вот смотрите, когда сам Державин был простым человеком, ему, видимо, тоже было трудно себя прочитать. И в этом мы с ним близки. Здесь, наверное, кто-то соединяется с тем образом простого Державина. Но когда ты уже начинаешь понимать, каким образом можно воздействовать на читателя, на русскую цивилизацию, ты понимаешь, что у нас работает очень важный момент полярности. Мы, с одной стороны, действительно патриоты, а с другой стороны, мы сатирики. И если мы это можем соединить, вот и источник нашего характера, нашей ментальности. Виктор, немножечко отвлечемся к названию программы «Заговор классиков». Мы обещали расшифровать, какие заговоры мы тут раскрываем. Почему заговор? И почему классиков? Ладно, я раскрою свой секрет. Смотрите, дело в том, что литература в России, она больше, чем литература. Кстати, об этом Евтушенко сказал. Поэт в России больше, чем поэт. И посмотрите, вообще, вот литература, казалось бы, она должна заниматься художественно-литературными явлениями. А посмотрите, что делает Державин, например. Он богослов в своей поэме Бог. Он политический экономист, рассуждает о состоянии России. Он социолог, рассуждает о состоянии народов России. Может, просто социологов тогда не было в профессии, да? И он, значит, смотрите, философ, религиозный деятель. Сатирик. Сатирик. Патриот. Вот. То есть, прямо за этой витриной литературы скрывается огромное количество всего. И, кроме того, он еще ищет справедливости. То есть, значит, получается, он еще человек, который намерен не только отразить мир, но его изменить. Вот это, как бы, условно говоря, крест, на котором существует русская литература. С одной стороны, смысл жизни, объясните, что такое смысл жизни, и вся русская литература об этом. А с другой стороны, русская литература предлагает изменить мир в сторону большей справедливости. Вот это и есть заговор классиков. Вы забыли еще одну очень важную тему, мне кажется, и для русской литературы, и вообще для русского искусства, русских девушек. Они тоже есть у Державина? Аня, я вам расскажу секрет. Есть просто так и называются их творения «Русские девушки». Я был в шоке. Ну, на то я и намекала. Да, я был в шоке, что вообще наш великий Державин написал просто-напросто о русских девушках. Но после того, как мы знаем, куда он сходил, в первую очередь, в Царскосельском лицее, уже ничто нас, мне кажется, ничто земное ему не было чуждо. Вот так говорят нынешние русские девушки. Зрел ли ты, певец теиский, как в лугу весной бычка, пляшут девушки российские под свирелью пастушка, как, склонясь главами, ходят, башмаками в лад стучат, тихо руки взор поводят и плечами говорят, как их лентами золотыми челы белые блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат. Этим словом он заканчивается. Вот такой эрот был в 18 веке, и, надо сказать, я, когда смотрю в сторону движения русской литературы от Державина к Пушкину, не забудем, что в опрощении языка тоже большую роль сыграл Крылов своими баснями и, надо сказать, Барков своими эротическими произведениями. Это вы вперед очень забежали сейчас. Баркова Пушкин читал своим учителем среди. Подождите, подождите, давайте к Державину вернемся. Постоянно возникает у нас сегодня Пушкин в разговоре, но так или иначе от этого не удержаться. И есть стихотворение «Памятник Пушкина», который мы все знаем, учим, и Державина, тоже, кстати, его учим в школе, если я не ошибаюсь, тоже памятник. Вот почему два похожих стихотворения? Как это произошло? Ну, во-первых, это все равно подражание Горации. Горации – это древнеримский поэт. Для тех, кто забыл. Для тех, кто забыл. Горации – это древнеримский поэт, который написал свое стихотворение «Памятник». Там есть такие слова, которые повторяются и у Державина, и Пушкина. «Весь я не умру», говорил еще Горации. Так вот, и у Пушкина это мы знаем, и есть у Державина. Но смотрите, Державин говорит, почему я не умру? Потому что он воспевает добродетели Фелиции, и простоте говорит о Боге, и истину царям с улыбкой тоже сообщает. Пушкина же воспевает свободу. Что это вообще за штука такая с подражанием друг к другу? Вот откуда это? Это была мода, это было принято. Это была мода, это подражали. Ну, надо сказать, что вообще в моде подражают друг к другу. Ну, вы как красивая женщина, вы же знаете это. Давайте еще вернемся к Екатерине тоже, потому что все равно Фелиция сегодня звучит неоднократно у нас. И вот, что хочу я понять? Державин жил при трех русских царях, и все равно он для нас в нашем представлении и понимании это человек Екатерининской эпохи. И это действительно так? Ну, вот еще раз можно сказать, что все-таки век просвещения это Екатерина, и русская цивилизация сложилась при Екатерине, и действительно Державин один из тех, который все тогда сложил для русской цивилизации именно в эпоху Екатерине. Все остальное как бы добавлялось, а то, что он сделал основного, было, конечно, при Екатерине. И надо сказать, если уж мы говорим о том, что русская поэзия больше, чем поэзия, то, конечно, потрясает совершенно его Бог, в который есть те самые замечательные строчки, которые, наверное, знают и те, которые неуверены твердо, что это написал Державин. Я связь миров, повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я Бог. Но, будучи, я столь чудесен, отколи произошел, безвестен, а сам собой я быть не мог, твое создание я, создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Посмотрите, они, кажется, да, такое стихотворение торжественное, богословское, а ведь оно переведено на огромное количество языков, и оно действительно произвело огромное впечатление на разные народы. А как? За счет чего? Был интерес к русской литературе? Нет, за счет того, что Державин очень смело говорит о том, что мы не найдем никогда Бога, мы найдем только отражение Бога в природе, в нашем сознании. Вообще, рождение этого сих пор тоже уникальное. Он написал две трети этого стихотворения, облег спать усталый, и вдруг во сне ему приснилось вот это сияние вокруг него, и он дописал до конца, и надо сказать, что он действительно как-то предложил какие-то свои варианты теологии, я бы так сказал, потому что если ты не понимаешь всего, что ты можешь только сделать? Тянуться вверх к создателю, и это было довольно смело. И это стихотворение переведено на японский 15 раз на французский. Когда оно было переведено на японский? На японский сразу. Сразу. При его жизни? Ну, я не знаю, может быть и после. Но вскоре, да. То есть это не переводы 20 века, когда... Ну, на французский 15 раз, 7 раз на немецкий, разные переводы. Слушайте, это потрясающе, конечно, и очень неожиданно и удивительно. Никогда не могла бы подумать об этом. Ну, вот видите, все-таки что-то я вам тоже сегодня сумел принести новое и просветить вас. Безусловно. Державин, конечно, сегодня открылся по-новому. И это повод вообще сесть его перечитать, потому что в школе мы все проходили мимо, а сегодня он предстал таким отцом русской литературы. Ну, давайте подведем итоги. Что мы сделали? Мы с вами поговорили о том, что он оказался верной императрице, но при этом очень критически отозвался о корруптированных чиновниках, да? И вообще очень необычный человек, мне кажется. Был человеком необычным. Такой смелый. Смелый, дерзкий. С самообразованием. Такой неуживчивый, наверное. Севременный, это, кстати. Селф-мейд-мен. Да, это селф-мейд-мен, который, не имея никакого за собой шлейфа из богатства, из родовитости и так далее, и так далее, даже, кстати говоря, никто ему не помог подняться наверх. Он все-таки сделал самого себя, создал поэзию и патриотическую, и юмористическую, и восхваляющую русских девушек. В общем, короче говоря, я думаю, что надо к нему возвращаться, потому что не только отец русской поэзии, но он отец русской ментальности, и мы должны быть ему благодарны за то, что он по-прежнему живет в нас. Хотя иногда мы этого и не замечаем. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Кочарова, и это Заговор классиков. Заговор классиков. Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.